За плечами у всех номинантов на звание лучшего учителя множество испытаний. Они представляли свои оригинальные проекты и проводили открытые уроки в других школах. И теперь самая ответственная часть – финальный конкурсный тур и мастер-класс по своей методике учебного процесса. Воздух остался и парафил почти что на дне емкости находится сейчас. Да, если мы хотим увидеть побольше, мы запустим туда немножечко воды и вот тем самым увидим, что... Действительно, уровень воды поднялся. Предлагать ученикам знакомиться с законами физики, проводя интересные опыты или применять ассоциативные методы изучения тем по биологии, при этом не нарушать основную государственную программу. По мнению жюри, это новые способы качественного обучения. Причем польза не только детям, но и самим педагогам. Почет и профессиональный рост участникам конкурса «Учитель года» гарантирован. Более 20 лет мы подводим такой итог года. Нет проигравших однозначно, есть только победители. Сегодня на сцене цвет учительства – это молодые, современные, креативные, талантливые педагоги. Система образования Сочи развивается, это радует. В основной номинации из 30 учителей в финал вышли четверо. В номинации «Молодой педагог», чей стаж не более трех лет, из 10 участников лучшими стали трое. Один из таких оригинальных и талантливых учителей – Николай Пронев. Он преподает русский язык и литературу у старшеклассников. Чтобы привлечь внимание молодежи к познанию родного слова, Николай решил проводить проверку заданий через интернет. Часть уроков – домашнюю работу, проверку сочинений – я переношу в социальные сети. Проверка сочинений происходит у 11 класса, а именно уроки литературы проходят у 5 классов. Я подмечаю то, что дети пользуются активно социальными сетями, и поэтому я их интерес использую на благо обучения. Жюри оценили такой подход к преподаванию. Николай Пронев стал лучшим молодым педагогом. В основной номинации победу одержала учитель начальных классов 55-й школы Ольга Забарова. Теперь сочинский учитель года отправится на краевой конкурс.